Здравствуйте! Тема нашей сегодняшней встречи – детская комната. Какой должна быть она и что должно быть в ней, чтобы всем было хорошо. Пойдемте, поговорим об этом. Программа выходит за петрункой торговой марки «Барни». Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашей сегодняшней встречи – детская комната. У ваших детей была детская комната? Нет, у нас была однокомнатная квартира. Вы не специалист. Тогда давайте послушаем наших экспертов. Давайте. Я хотел, чтобы не была розовая комната. Была большая, вот такая огроменная. Ну, чтобы была свежая. Ну, чтобы мы могли взять свежий воздух. То, что на улице свежая, у нас нет. Чтобы было холодно и тепло. Там есть много чего. Там еще глобус, компьютер. Или еще компьютер. Кловать. Это раскладывается, раскладывается. Большой телевизор. И там еще есть... Полные ящики грузок. Тысяча. Еще одна штука. Только я не знаю, как она называется. Забыла уже. Но она все равно зеленая. Там все вещи мои лежат. Не, не вещи. А такие краски там, карандаши. Еще я хотела, чтобы там заценить цветы. А там было такие батуты. А там разные интересные игры. А я хотела, чтобы у меня в комнате был бассейн. И хораж для коней. Лаборатория для жуков. И будка дома. И хочу, чтобы... И хочу, чтобы в будке взялась собака, которая, когда грязные лапы... Пупс! И уже грязи нема. Несмотря на оптимизм наших экспертов, мы должны честно признаться, что даже в нашей замечательной стране, которая в 21 веке находится в центре Европы, в огромном количестве семей, само понятие детская комната на сегодня является недостижимой мечтой. Тем не менее, давайте все-таки, во-первых, может быть, начнем с оптимизма и всем пожелаем, чтобы у вас все-таки была такая комната. И что если она у вас есть, вы все-таки задумывались над тем, какой она должна быть. Заметьте, когда среднестатистический наш мужчина планирует завести автомобиль, то первый вопрос, который он тебе задает, где же я его поставлю? Правда? Вот кто его будет охранять? В каких условиях он будет стоять? А вот когда он заводит себе ребенка, то вопрос о том, в какой комнате будет находиться такой ребенок, задается не всегда. Но есть исключения, и они даже ходят к врачам на прием. Да. У вас был Влад Фисун с дочкой Евой. Давайте посмотрим. За свои 36 лет Влад Фисун успел перепробовать массу профессий. Он был программистом, диктором, бухгалтером, журналистом, главным редактором журналом про кроликов, и даже диджеем Фантумасовым. А 6 лет назад он понял, больше всего ему нравится быть папой. Папой маленькой Евой. Встреча с которой Влад готовил сезараки, и очень даже серьезно. Об этом и зашел разговор однажды у доктора Карма Роскова. Родители, мне кажется, должны готовиться к тому, что в их семье появляется кто-то, у кого будет нестандартная мебель, не совсем такая одежда, как у них, и, в общем-то, множество всяких технологических штук, которые взрослому человеку не нужны. Ну, то есть, меня, как доктора, естественно, такая позиция очень устраивает, она, в принципе, замечательная, хотя она в корне противоречит ментальным традициям страны, где на мать, которая купит до рода в коляску, смотрят, как на человека, который совершил преступление перед обычаями, ничего делать нельзя, вот появится тогда, и, чтобы не сглазить, как сказать, слава богу, что вы выше этого, тем не менее, вот на ваш взгляд, какие главные требования в детской комнате? Ну, если говорить о новорожденном ребенке, то, это, наверное, проветриваемость, это естественный свет, причем его должно быть, я думаю, много, это быстрый доступ для родителей, потому что нельзя проталкиваться среди какого-то хлама к детской кровати, если к ней нужно попасть быстро, ну, наверное, пожалуй, все, если не усложнять. Ну, по-видимому, нет, наверное, все-таки тут еще есть один нюанс, наверное, самый принципиальный, вот наличие, с какого возраста вообще целесообразная детская комната? Как правило, очень немногие соглашаются размещать в комнате новорожденного и спать отдельно от него, все-таки обычно дети первых месяцев жизни все-таки спят вместе с взрослыми, да, постепенно детская кроватка перемещается как бы в детскую комнату и обычно, вот я лично считаю, вот мое личное мнение, что оптимально, конечно, там детей первого года жизни, чтобы они спали в отдельной кроватке в спальне с родителями, а у нас так и было. Вот и замечательно, то есть видите, как мы эмпирическим путем сами пришли изолировано к этому выводу, да? Вы видите, вы пришли к отцовству, я так понимаю, достаточно поздно? Ну, скажем, не в молодые годы. Ну, то есть это было осознанное решение, вы к этому готовились, и естественно, для вас, как для любого мужчины, адекватного, с моей точки зрения, который берет на себя ответственность за свою семью, для вас очень важно было, в каких условиях будет находиться ваш ребенок, правильно? И естественно, вот то, что вы, кстати, озвучили, это одни из основополагающих принципов отношения как такого к детской комнате, которые базируются на том, что любое человеческое жилище, в отличие от жизни на свежем воздухе, животных, имеет определенные минусы. И минусы эти, прежде всего, связаны с отсутствием адекватного освещения, правда, и с отсутствием воздухообмена. Вот это две главные проблемы. И мне очень приятно, очень, что вы, когда озвучивали сами требования к детской комнате, озвучили вот это. Другой вопрос в том, что чуть ли не основополагающим фактором адекватной детской комнаты являются адекватные параметры воздуха в этой комнате. И к этим параметрам, мы, кстати, в нашей программе часто очень об этом говорим, уже, наверное, всей стране надоели на эту тему, являются такие параметры, как влажность и температура. И оказывается, в рамках стандартной нашей ментальности и нашей квартиры обеспечить эти параметры очень сложно. Потому что до настоящего времени наличие регулятора на батарее отопления является большой редкостью. Вот вы понимаете, это в стране, где постоянно все по телевизору обсуждают проблему энергоресурсов. Тем не менее, прикрутить батарею, если в комнате жарко, реально практически не получается. Потому что... К сожалению, сейчас у нас дома именно так. Поэтому мы обращаемся сейчас ко всем, что, ребятки, если уж вы затеяли делать детей сознательно, то накануне, пока мама будет носить, папа может отправить ее в деревню отдохнуть и осуществить свой долг, подготовить жилище к встрече мамы с ребенком. И это главное здесь действительно условия, в которых будет находиться семья, особенно в ночное время. Вот особенно ребенок. Потому что будет там нормальная температура и влажность, это во многом обеспечит вам спокойные ночи и самое главное адекватное грудное вскармливание. Как это не парадоксально? Потому что если у ребенка пересыхает во рту, то он элементарно каждые пять минут просыпается и орет, чтобы ему дали, но не еду, а питье, а ему дают еду, в результате мама не спит ночами, потом у нее пропадает молоко, а только потому, что папа не поставил регулятор на батарею. Оказывается, вот такая вот система. Я бы хотел продолжить тему, поднятую в нашем общении. Самым важным фактором детской комнаты была, есть и будет атмосфера. Воздух, которым ребенок дышит. В комнате, в детской, должно быть минимальное количество накопителей пыли, хотя бы потому, что многие бактерии, которые мгновенно гибнут на твердых, моющихся поверхностях, дизентерийная палочка, сальмонелла, стафилококк, вот они в коврах и в мягких игрушках могут жить месяцами, сохраняя свою активность. К сожалению, до настоящего времени не только мамы и папы, но и педагоги, и многие врачи, и государственные мужи не задумываются над тем, что детское здоровье начинается и заканчивается с ответа на вопрос, чем дышать. В нашей стране полгода отопительный сезон. Это значит, полгода дети наши дышат сухим и теплым воздухом, если мы, взрослые, не можем привести воздух в нормальные условия. Бог с ними, со школами и садиками. Пусть этим занимается государство и санстанция. Но, по крайней мере, мамы и папы могут сделать все для того, чтобы в комнате, где ребенок спит каждый божий день, было чисто, прохладно и влажно. Поэтому главные правила, прежде всего, способы контроля. Это прибор, который всем известен и называется термометр. Это прибор, который мало кому известен, но называется гигрометр, гигрометр. Вот варианты, да, приборов, которые контролируют влажность воздуха. Еще раз напоминаем правила. Температура должна быть 18-20 градусов ночью, причем цифру 18 градусов я произношу с учетом ментальных особенностей нашей страны. На самом деле, абсолютное большинство европейских стран рекомендуют ночную температуру спальни даже для новорожденных. 16 градусов. Но произнести эту цифру просто страшно. Мы останавливаемся на цифре 18. Сделайте хоть так. Хотелось бы, чтобы предусмотрев способы контроля, вы предусмотрели способы регуляции температуры и влажности. Если вы только-только вступили в фазу ремонта, обязательно предусмотрите регуляторы на системе отопления. Предусмотрите такой прибор, как увлажнитель воздуха. Вот он у нас работает. Если вы попали вот в такую ситуацию, когда ребенок есть, а регулятора нет, то теплоотдачу батареи тоже можно регулировать. Положив на нее какие-нибудь полотенца, укутав батарею каким-нибудь теплоизолятором. Слава Богу, сейчас огромное количество в любом магазине теплоизоляционных материалов. Главное, еще раз фиксирую ваше внимание на том, что если вы не закроете батарею и попытаетесь регулировать температуру в комнате открытой форточкой, то при открытой в зимнее время форточке увлажнить комнату вам не получится никак. Ибо в морозном воздухе воды нет, поэтому когда холодный воздух будет в комнату заходить, он будет воздух высушивать. Это пока понятно? Замечательно. Теперь ваши вопросы. Подскажите, пожалуйста, какая кровать, из какого дерева и какой матрас оптимален для ребенка? Ну, важно, чтобы кровать была из экологически чистого дерева. Ну, вот это очень сложная такая проблема. Очень часто дерево хорошее, но обработано каким-то совершенно непонятным лаком. По крайней мере, кровать уж точно не должна интенсивно пахнуть. Это очень важно. Вообще, все, что вы размещаете в детской комнате, не должно издавать активный запах. Если оно пахнет, то лучше туда ребенка не пускать. Во-вторых, очень часто учитываете, что особенно дети маленькие, когда начинают перемещаться по детской кроватке, имеют привычку ее грызть. Это очень актуально. Поэтому, вот, нежелательно, чтобы детские кровати имели лакированное покрытие. съедобных лаков для кроватки не очень много. Вот на это я прошу обращать ваше внимание. Многие спорят, что лучше лиственные породы дерева или хвойные. Поверьте мне, принципиальной разницы нет. Главное все-таки быть уверенным в производителе и знать, что эта кроватка предназначена именно для детей. Потому что обычно, когда под заказ на какой-то неведомой фирме делают из чего попало кроватки, то качество материалов, мягко говоря, оставляет желать лучшего. На это фиксирую внимание. Кстати, очень популярная тема, которая родителям часто обсуждается, это двухэтажные кровати. Вот по поводу двухэтажных кроватей у нас целые дискуссии. Особенно в этих дискуссиях часто участвуют психологи, которые говорят о том, как вот лучше воспитать ребенка на первом этаже кровати или на втором. Вот если честно, вот вы должны понимать, хорошо, когда у вас двое детей и у каждого есть своя комната. Правда? Хорошо, когда у вас нет комнаты, но есть две кровати. Понимаете? Потому что в любом случае выяснение отношений кто на первом этаже, кто на втором, это не очень хорошо. Есть еще один нюанс. Например, в наших квартирах, как правило, если нет адекватной регуляции температуры, то на втором этаже жарко. Жарко. А на первом может быть нормально. Да? Это надо учитывать. Тем не менее, наличие двухэтажной кровати позволяет нам использовать сэкономленное место, например, для спортивного уголка, да? Или для стола, где они будут делать уроки. Поэтому, если выбор такой есть, то, конечно, двухэтажная кровать. И обычно в такой ситуации у каждого свое место. Старший наверху с системой безопасности, младший внизу. Но если старший заболеет какой-нибудь легочной патологией, то его перемещают вниз. Если у нас не получается организовать температуру и влажность. Главное, тем не менее, состоит в том, что если вы вынуждены использовать двухэтажную кровать, то вы должны все время думать о том, что тому, кто на втором этаже, особо тепло и особо сухо. Поэтому, если вынуждены использовать двухэтажную кровать, то еще раз задумайтесь на регуляторами на батареях, увлажнителями воздуха, проветриванием помещения. Доктор, вопрос первый относительно моющих средств, какие можно использовать для детской комнаты. И вопрос второй относительно ярких цветов в окружении ребенка. Плюсы и минусы очень ярких цветов в стенах, в мебели и во всем остальном. Замечательные вопросы. Вот первый вопрос для доктора важен чрезвычайно. И я поэтому всех очень-очень прошу. Дети очень не любят абсолютной стерильности. Более того, излишняя чистота в комнате, где находится ребенок, это прямой путь к аллергическим заболеваниям. Мыть пол в комнате ребенка и вытирать пыль однозначно надо, но использовать для этого обычную воду без каких-либо дезинфицирующих средств. Это первое. Второе. Пылесосить комнату однозначно надо, но оптимально использовать пылесосы с водяным фильтром. Это всем понятно? Замечательно. Теперь по поводу цветов. Естественно, яркие цвета это не очень хорошо. Это первое. Тем не менее, очень здорово, когда в комнате не стенки ярко-красные, ярко-зеленые или ярко-желтые, а есть что-то небольшое. Например, игрушки конкретных цветов, что позволяет в конце концов стимулировать цветовое восприятие и учить ребенка тому, как этот цвет называется хотя бы. Еще что нежелательно в детской комнате это яркие крупные рисунки на обоях. Дети очень часто, особенно маленького пугаются этого. У детей, особенно во время болезни, при высокой температуре может нарушаться восприятие зрительное и крупные картинки на обоях могут их пугать. Опять-таки, к обоям в детской комнате должны предъявляться особые экологические требования. И в любом магазине к подобным обоям для детской комнаты должно быть конкретный сертификат о том, что именно эти обои предназначены для использования в детской комнате. Евгений Олегович, вы говорили об игрушках, но иногда в детских комнатах такое количество игрушек, просто комната забита, а ребенок забито полностью игрушками. Ребенок крается двумя-тремя игрушками. Мы же все знаем, почему детям дарят игрушки. Игрушки это замечательный способ поставить галочку на своей совести и продемонстрировать к ребенку любовь. Поверьте мне, что если папа пришел с ребенком, взял его и пошел с ним гулять на целый вечер, то никакого подарка от папы больше и не надо. Но папе проще всунуть игрушку, взять в руки газету и сесть смотреть телевизор. Избыток игрушек не есть проявление любви. Любая игрушка должна быть праздником. Праздником. А если их очень много, это не всегда хорошо. А если много, то сразу возникают вопросы. Качество игрушек, из чего они сделаны, да? А если огромное количество мягких игрушек, то это множество пыли. А кто их будет стирать? А чем их будут стирать? А какие красители, да? А вы уверены в том, что эту игрушку ребенок не засунет в рот? А вы уверены в том, что этот красный мишка покрашен пищевым красителем? Я не уверен. Евгений Олегович, у меня два вопроса. Первый по поводу ковровых покрытий в детской комнате. Вы говорили, что все-таки много пыли, но дети в основном любят играть на полу. Паркет как бы он сам по себе теплый, но все же. Может быть, какой-то небольшой коврик. И второе, это по поводу размера кровати. У нас сейчас актуален вопрос в семье. Ребенку два года, маленькая кроватка с рождения уже продана, она ей неудобна. И мы думаем сейчас покупать ей кровать метр сорок примерно размер, метр шестьдесят, либо уже подростковую метр девяносто длиной. Спасибо. Давайте тогда по порядку. Итак, по поводу ковровых покрытий. Сразу плюсы и минусы. Главное, что мы должны знать, что человеческая стопа однозначно рассчитана на то, чтобы ходить по холодному. Но человеческая попа не рассчитана на то, чтобы сидеть на холодном. Это мы должны знать. Поэтому, если пол в детской комнате сделан из материалов с высокой теплопроводностью, например, линолеумом тонким, который лежит на бетоне, или какая-нибудь плитка, то это, конечно, категорически недопустимо. И сплошь и рядом ситуация выглядит так. Вы въезжаете в некий бюджетный дом, где на бетонном полу лежит тоненький-тоненький линолеум. И сидеть на таком полу категорически нельзя. И тогда идеальный вариант это, конечно же, ковровое покрытие. Быстро, эффективно, безопасно. Но, коль скоро мы нашли деньги на ковровое покрытие, мы должны найти время на его регулярную обработку, пылесосенье, и деньги на приобретение пылесоса с водяным фильтром. В такой ситуации на здоровье. Тем не менее, если это паркет, деревянный пол, то деревянный пол не имеет высокой теплопроводности, и эпизодически сидеть на нем попой не так опасно. Ну, голой попой, наверное, не надо. Но ходить по дому в трусах или подгузниках, это вполне нормально. Это первая часть вашего вопроса. Теперь по поводу кровати. Я обращаю ваше внимание, что очень мало уже осталось стран, где, например, вещи, вещи покупаются на вырост. Да? То есть купили шубу на три года вперед. Да, первый год ходим, рукава вот такие, потом лучше, к третьему году захорошели, стало все замечательно. Почему вещи, вещи, мебель или одежда, или обувь покупаются на три размера больше? Потому что это высокоэффективный способ экономии. Правда, да? Вы прекрасно понимаете, что если вы сейчас купите кроватку не метр сорок, а метр двадцать, то через два годика вам придется опять покупать кроватку. То есть это дополнительные траты. Понятно, что в кроватке по размерам ребенку будет комфортнее и удобно. Это вы тоже понимаете. Поэтому менять вам кроватки каждые два года или покупать кроватку на вырост определяется исключительно материальным положением вашей семьи. Удобный повод, удобный повод иметь разнообразные кроватки и трое, четверо детей. Тогда уж точно никаких проблем не возникает. И я вам искренне советую идти этим путем, потому что хорошие люди должны размножаться. Добрый день. Я хотела бы узнать ваше отношение к комнатным растениям в детской комнате и к аквариуму. Спасибо. Если комнатное растение имеет интенсивный запах, однозначно нет. В любом случае, если оно есть, то из него должна вытираться пыль и за ним должен быть обеспечен уход. Вообще, следует заметить, что все живое, что есть в детской комнате, требует участия самого ребенка. Если там есть аквариум и ребенок не участвует в кормлении или уходе за рыбками, то не надо это. Тем не менее, аквариум штука полезная, особенно сейчас. Он способен, во-первых, увлажнять воздух, а во-вторых, почему я говорю особенно сейчас. Какие-то 20-30 лет назад было очень распространено кормление рыбок сухим кормом, который давал огромное количество аллергических реакций. Современные корма не пахнут, выглядят гранулированно, не вредны детям, и их можно использовать с высокой степенью безопасности. То есть сейчас риск использования аквариума минимален. Тем не менее, и наличие аквариума, и наличие растений не должно приводить к тому, что в комнате будет запах. Запах гнилой воды или запах гнилых растений. Это очень важно. Завели, следите, и тогда все будет замечательно. Скажите, доктор, на что обратить внимание в детской комнате в плане освещения? Ну, прежде всего, надо отдавать себе отчет в том, для чего используется детская комната. Если она используется только для сна, то, естественно, необходимо верхнее освещение, достаточно яркое, и какой-то прикроватный светильник. Очень часто все-таки детская комната не только комната, где ребенок спит. Это комната, где ребенок занимается. И в такой ситуации обязательно есть настольная лампа. Дети имеют четкую тенденцию ронять эти лампы. Поэтому, конечно, очень желательно, чтобы это все-таки была не переносная лампа, а фиксированная на стенке светильник, который, опять-таки, должен располагаться сбоку, с той стороны, в зависимости от того, правша это или левша. Об этом тоже надо сейчас задумываться. В любом случае, в любой детской комнате должно быть предусмотрено два варианта освещения. Яркое освещение и полутьма. Например, для каких-то ночных хождений, для того, чтобы мама могла заглянуть и убедиться, что там все нормально. Ну, а если комната используется для занятий, то должен быть дополнительный источник освещения, для того, чтобы было удобно читать и писать. В любом случае, в комнате детской должна быть абсолютная электробезопасность. То есть, защищенные розетки, отсутствие каких бы то ни было проводов, за которые ребенок может зацепиться. Особенно важно, чтобы на этапе один-два года не было провода, который ребенок может найти и начать грызть. А бывают такие проблемы очень часто, ибо дети грызут все, что попадается им на зуб. Да, Луиза Васильевна. Евгений Олегович, у меня такой вопрос. Как вы относитесь к компьютеру и телевизору в детской комнате? К компьютеру и телевизору я отношусь по-разному. Компьютер это, как правило, развивающее занятие. И сейчас современному ребенку вырасти без компьютера сложно. Другой вопрос в том, что родители должны регулировать время провождения перед компьютером и следить за тем, чтобы сидение за компьютером чередовалось с беганием на свежем воздухе. Если в комнате у ребенка есть телевизор, то ребенок обязательно будет этот телевизор смотреть. Смотреть его вместо того, чтобы играть, вместо того, чтобы что-то делать другое, что более полезно. В детской комнате можно спать, в детской комнате можно заниматься, в детской комнате может быть спортивный уголок, где можно заниматься спортом, и мы это всячески будем приветствовать. просмотр телевизора ребенком должно взрослыми регламентироваться. И чем меньше, тем лучше, ибо телевизор это способ получения не самых лучших знаний. На сегодняшний день ситуация обстоит именно таким образом. Поэтому лучше пусть он смотрит телевизор вместе с родителями. Программа выходит за петрынки торговой марки Барни. Доктор, скажите, а если разнополые дети, до какого возраста рекомендуется, вернее, можно жить им в одной комнате? Вы знаете, наверное, нигде, ни в Европе, ни в Америке никто не рекомендует жить в одной комнате разнополым детям. Я бы искренне рекомендовал вам, как только они уже достигли, кто-то достиг школьного возраста, чтобы они спали в разных комнатах. Остается только надеяться, что у вас есть возможность иметь эти разные комнаты. Ведь сплошь и рядом в нашей стране рекомендации, которые дают врач, они носят абсолютно теоретический характер. И когда вам доктор рекомендует много гулять, то программа школьного образования совершенно не предусматривает вопросы гуляния. То есть, если ребенок будет делать все уроки, которые ему задают, он в принципе из дома не выйдет никогда. Поэтому учитывать это, конечно же, надо. Поэтому, завершая нашу программу, я искренне хочу пожелать, чтобы у вас было много детей, и каждый ребенок имел хорошую, замечательную детскую комнату. Стремитесь к этому. Ну, а мы с вами обязательно встретимся ровно через неделю. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова